Вопрос, собственно, немного провокационный сейчас последует, потому что, скорее всего, я попрошу дать, возможно, субъективную оценку, а не объективную. Очень часто поднимается вопрос, насколько вот эти займы многомиллиардные вообще были необходимы Украине. Вот на Ваш взгляд. Вот. Ну, давайте рассуждать просто. Мы могли их не брать. Мы могли справляться со своими силами. Ну, тогда мы сегодня, наверное, видели курс не 8, а так примерно 15. Вот. У нас было бы не 3 банка, которые нужно было спасать, а так, наверное, штук 10-20. Вот. И мы бы, наверное, сейчас еще не говорили о каком-то восстановлении. У всего есть свои недостатки, да, то есть в Украине было два выбора. Можно было ничего не просить у МВР. Вот. И справляться своими силами. Вот. Но при этом у нас бы был очень низкий долг. Как и раньше, до кризиса, вот, у нас бы там долг составлял, там, в районе 10, может быть, или там 15% ВВП, сейчас он составляет 30. Ну, мы говорим о прямом долге. Вот. Поэтому в каждой ситуации, да, есть свои плюсы, свои минусы. Мне кажется, что Украина пошла по пути наименьшего сопротивления, да. В принципе, это менее болезненный путь, потому что до кризиса, да, уровень государственного долга был на низком уровне. Вот. Это было 12% ВВП. Поэтому сейчас, ну, в Украине было все возможности для того, чтобы спокойно увеличить этот долг, да, в сложное время. Вот. Поэтому, ну, если бы я, скажем, была на месте, там, может, амбициозно себя представлять на месте, там, главы Нацбанка или главы правительства, я бы, наверное, все-таки обратилась к МВФ, вот, потому что это тот путь, который позволялся с наименьшими издержками пройти, пройти этот кризис. Вот. И, да, выплачивать нужно будет, но выплачивать уже когда экономика поднялась хотя бы немножко на ноги. Вот. И при этом, да, ну, если бы мы могли другой путь, мы просто должны были опустить ее еще ниже.